Захалатное отношение к лесам до трех лет лишения свободы. Об этом предупреждают специалисты. Сегодня в области идет активная подготовка к пожароопасному периоду. Лесничество проводят профилактические мероприятия. О том, как эта работа ведется в Щегровском районе, смотрите в следующем сюжете. Не тушат, а поджигают. Это не диверсия, а профилактика. Сотрудники лесничества проводят контролируемый отжиг сухой травы. Создают защитный барьер, чтобы огонь с прилегающей территории не перешел в лес. В Щегровском районе обработают 10 гектаров земли, в регионе в целом 150 гектаров. В прошлом году специалистам удалось вовремя ликвидировать угрозу и уберечь леса от возгораний. Пожароопасный период начнется уже к концу следующей недели. Пожароопасный сезон ожидается напряженным, с повышенными температурами. У нас закуплена новая техника по всем АГУПам, по лесопожарному центру. У них имеются лицензии на тушение пожаров и их формирование подготовлено к этому пожароопасному сезону. В деле профилактики у лесников немало помощников. Вот и сегодня школьники вместе с сотрудниками ГИБДД рассказывают водителям об опасности лесных пожаров. Мы члены школьного лесничества. Мы проводим акцию «Антифал». Мы хотели бы вам задать несколько вопросов. Из-за чего загораются леса? Как правильно тушить возгорание? Что делать, если на пути встретился лесной пожар? Во-первых, телефоны сейчас мобильные сразу пожарные. На пожарку сообщите. Во-первых, если там небольшой пожар, то надо пытаться затушить его. Одежды, чем-то, а не тушить. Леса – это легкие нашей планеты. И если каждый человек не задумается над тем, что он делает, то в скором времени лесов не будет вообще. За нарушение правил пожарной безопасности законодательством предусмотрен штраф до 2,5 тысяч рублей за уничтожение или повреждение лесных насаждений, лишение свободы до трех лет. Юлия Абрамова, Антон Латышев, Телеканал СЕИМ.